Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Довольно-таки долго думал, как построить правильно это видео, но решил то, что можно просто-напросто зайти на Близовский сайт, открыть вкладку с дополнением Dragonflight и изучить те слайды, которые имеются, которые были показаны в трансляции. Я-то думал, трансляция будет идти целый час касательно дополнения Dragonflight, но минут через 20-25 просто-напросто уже начали всё показывать насчёт классика и всего-то поговорили о дополнении 20-25 минут и 5 минут из этого вступительный ролик к дополнению. Как-то так. Изучим все слайды абсолютно, выскажу абсолютно всё, что думаю, покажу абсолютно всё и немножечко поговорим насчёт этого. Само собой, зайдя на страничку дополнения Dragonflight, нас встречает красивая картинка с Алекстразой и можно сразу же записаться на бета-тестирование. Кликаем, записываемся, прописывается галочка и всё. Мы записаны на бета-тестирование. Само собой, получить бета-тест это престижно, почётно и приятно. Спускаемся чуточку ниже в этой страничке и видим, что имеется видосик. Видосик 5-минутный, в котором рассказывается история Драконьих Островов. В этом видосике довольно-таки интересный сюжетный поворот, поэтому рекомендую глянуть. Далее, новая раса и класс. Драктир-Пробудитель. Важно понимать то, что только Драктиры могут быть Пробудителями. И только Пробудителями могут быть Драктиры. То есть, например, Драктира Друида вы не увидите. Пробудителя Хумана вы не увидите. Уникальная раса, уникальный класс. Привязанный как к красе, так и к классу. В общем, надеюсь, понятно объяснил. Они могут менять форму свою. То есть, либо гуманоидный облик, либо устрашающий облик Дракона. В органе версии 2.0. Касательно выбора фракций могут быть как ордынцами, так и альянсовцами. Кондорены 2.0. Особый квестлайн. Окей, хорошо. Касательно специализаций могут быть как бойцами дальнего боя. То есть, РДД. Так и силами. Целителями. Также у них имеются усиленные способности. Особая полоса ресурса. Окей. Едем дальше. Новая особенность. Станьте наездником на Драконах. Я думаю, многие смотрели мультик «Приручить Дракона». Тут, наверное, будет примерно что-то такое же. 4 дракончика. Уникальная моделька у каждого. Довольно-таки интересная, довольно-таки кайфовая. Но вот этого вот я уже видел кое-где. Не буду говорить где. Окей. Немножко еще рассказано касательно того, как это все будет реализовано. То, что достигнув максимального уровня, сможем проходить дополнительные испытания на Драконях Островах. И открывать новые возможности персонализации Драконов. Интересно. Посмотрим на практике. Далее. Нас ждет новый континент. Драконьи Острова. Это родина Драконов Азерота. Первая локация – это берега Пробуждения. Вторая локация – равнины Ан-Ары. Третья локация – Лазурный простор. Локация напоминает мне в Нарцколе Седые Холмы. Примерно такая же трава, примерно такие же высокие деревья. Окей. Четвертая локация – Тальдразус. Пятая локация – Запретный остров. Ой, осуждаю. Идем дальше. Запрещенка нам тут не нужна. Обзор полетов на Драконах. Парите или пикируйте. Продемонстрированы гифки, продемонстрирована анимация, как это все будет реализовано. То, что мы можем такие вот выкрутасы интересные, кайфовые делать. Круто ли это выглядит? Ну, довольно-таки динамично, довольно-таки интересно. И к этому нужно просто-напросто привыкнуть. Типа Dragonflight – это стряска Вова касательно разных механик. Это пока что единственное, что я могу сказать. Изменение игрового процесса. Откройте новые способы игры. Окей. Новая система талантов. Запомнили? Новая система талантов. Я думаю, вы прекрасно запомнили эту фразу. А тогда встает вопрос. Встает вопрос. А вот это вот что по центру? А? Это же конвок. Это друидовская способность из ковенанта ночного народца. Что он-то тут тогда делает? Или это только иконка конвока? Может быть, это будет что-то другое? Окей, посмотрим. Ну, если это реально будет конвок, это будет грустно. Но, сама по себе система талантов выглядит интересно. Иначе не скажешь. То есть, справа тут у тебя в друид поушен available ветка совы. Второй столбик, если считать справа налево, это тут омоложение, быстрое вот это восстановление. Всякие хиловские кнопочки. Потом тут танковские, кошачьи кнопочки. То есть, все засунули в одно. Это интересно. Это реально интересно. А справа уже привязаны конкретно к спеку. Всякие усиления. Посмотрим, как это будет реализовано. Довольно-таки интересно. Но конвок вот этот, это, конечно, ужас. Идем дальше. Станьте ремесленником на драконьих островах. Выполняйте заказы в вашем игровом мире. Добывайте редкие материалы. Создавайте все более удивительные предметы по мере развития особых навыков для вашей профессии. Полностью переделанная система крафта. Надеюсь, крафтовые профессии будут жить. То, что в профессиях нужно будет делать более пары крафтов. Потому что на текущий момент ты делаешь пару крафтов и о профессии вообще забываешь. В принципе, она тебе не нужна. Ради там каких-нибудь только инвиз поясов в инженерке и бэеров в инженерке. Все. То есть, часто ли вы открываете кузнечку? Ну ладно, ради крафта точил. Так и все. То есть, более ничего не нужно. Шмотки? Да кому они нужны? Они нужны только по старту, в принципе. И третья картинка. Это измененный пользовательский интерфейс. То есть, грифоны по центру стали чуточку интереснее. Но мы их все равно убираем с помощью аддонов. Карта в правом верхнем углу стала тоже интереснее. Там теперь нормально пишутся стороны света. Это же так называется правильно. Север, юг, запад, восток. То есть, стрелочки стали такие интересненькие. Иконки поменялись у журнала заданий, у окна вызова достижений. Вопросик этот тоже поменялся. Рюкзак поменялся. Вам вообще это видно? А вам это не видно? Сейчас будет видно. Вот. Рюкзак немножко, да? То есть, иконка измененная. Это интересно. То есть, это казалось бы мелочь, а это уже изменение. И выглядит это довольно-таки кайфово. Если когда-нибудь на фрейм игрока в левом верхнем углу, то он уже не особо такой круглый. Он какой-то квадратичный немножко. С этими скриншотиками разобрались. Дополнительные особенности. Новый максимальный уровень. Достигните новых вершин могущества, исследуя драконьи острова и получая новые таланты на каждом уровне, вплоть до 70-го. 70-й уровень, новый уровень, до которого можно будет прокачиваться. Новый рейд. Проникните в древнюю тюрьму первозданных воплощений, пока их злая сила не обратилась против аспектов драконов. Опять какая-то злюка будет сидеть, опять какое-то древнее зло. Нам нужно будет его победить. Ясно. Новые подземелья. Захватите твердыню черных драконов Нельтарус. Ну, это, похоже, первое подземелье. Следуйте ранее неизвестной области Ульдамана. Быть может, там на два будет что-то поделено. Посмотрим. Защищайте хранилище жизни красных драконов. Тоже, наверное, какой-то потенциальный данж. И не только. Ну, то есть, хотелось бы минимум 8 данжей видеть. Если будет менее 8 данжей, это будет грустно. Реально будет грустно. Листаем ниже. Тут галерея. Можно глянуть всякие скриншотики, кадры из ролика. Вот, кстати, этот использован на превьюшке к видосику. Мне понравился, поэтому я и решил его поставить. Бета и обновление. Жмем галочку, нас подписывает на бета-тест. И таким образом мы уже участвуем в бета-тесте. Потенциальном, в будущем. Быть может. А может быть и не получим бета-тест. Как говорится, время покажет. Если открыть страничку Battle.net магазина, то увидим ли мы в продаже дополнение Dragonflight, то есть на нем чуточку ниже, и увидим то, что пока что его нет. Но, даже если оно появится в ближайшее время, и вы не сможете его купить, то скажу вам такую информацию, что дополнение, когда делается анонс его, то проходит примерно год до момента его релиза. Вы можете просто-напросто купить его через год. Да, конечно, хочется предзаказ сделать пораньше, да еще и какого-нибудь эпического издания, чтобы получить различные плюшки побыстрее. Но играть можно и без них, оплачивая игру жетоном. Так что как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!